Ксения Авдей Ксения Авдей Я говорю, точно, ты уверен? А если я посмотрю, называется, а если найду? Допусти меня, пожалуйста, до своей команды, я посмотрю, кто у тебя есть и выдам какой-то свой вердикт. Это все было встречено с достаточно большим недоверием, но все-таки команде меня допустили, такой человек там нашелся. Дальше я попросила еще три месяца для того, чтобы этого человека подтянуть. И после этих трех месяцев результат очевидный был и для собственника, и для сотрудника. Теперь уже этот руководитель управляет несколькими командами. И уже, можно сказать, такой уже развитой руководитель за два года он сильно прибавил и в росте над задачами, и в своих управленческих компетенциях. Несмотря на такой, казалось бы, простой кейс, у человека было очень сложно отпускать, потому что его экспертиза была очень серьезная, и как эксперт он был необходим. Но, как управленец, он принес этой компании гораздо больше результата. И вот этот переходный момент, он всегда очень сложный и для собственников, и для руководителей, для топ-менеджмента. Поэтому самый сложный и переломный момент – это проанализировать действительно, а кто даст результата больше в качестве управленца, нежели чем в качестве, например, эксперта или начального руководителя, например, группы. Что может дать компания в качестве карьерных возможностей в наши дни? То есть, что вообще люди ищут? Об этом, конечно, рассказывали сегодня многие, и исследования даже целые проводили, рассказывали про их результаты. Тема очень объемная. Я постараюсь сакцентировать то, что я… сакцентировать ваше внимание на том, что вижу я как карьерный консультант и как человек, который работает с компаниями, по сути, с обеими сторонами баррикад. Сотрудники так или иначе, или кандидаты, которые к вам приходят, ищут востребованность свою в любых других будущих компаниях, в индустриях или даже в смежных индустриях. То есть, когда они приходят к вам в компанию, они, по сути, анализируют. А я вообще потом дальше на рынке труда кто? Или там в этой компании я дальше кто? Даже если они не обсуждают с вами, то у людей с амбициями выше среднего этот вопрос всегда внутри все равно возникает. А что такое эта востребованность на текущий момент, на местами стагнирующих рынках и вообще на такой достаточно сложной ситуации? А это умение приносить результат и понимать, какой результат ты приносишь компании. То есть, по сути, умение анализировать деятельность свою через то, что я приношу как результат компании. И в этом человек поступательно растет внутри любой системы. И также вторая, можно сказать, такая параллель, по которой человек идет к этой востребованности, это умение реализовывать свои цели. И это немаловажный фактор здесь, потому что, да, есть цели компании, есть результат, но люди в текущем состоянии, а люди с интеллектом выше среднего в индустрии IT, в диджитал, они всегда будут в том числе реализовывать свои цели и хотеть этого. Поэтому две вот эти вот направляющие являются, по сути, движущей силой и диктуют вот этот вот вектор востребованности. Руководитель растет по-разному. И в разных системах это происходит очень индивидуально. Я расскажу, как эту историю видим мы и каким образом мы помогаем в обучении. Возможно, какие-то вещи вы сможете забрать для себя и для своих систем. Итак, на начальном этапе у сотрудника всегда происходит определенный конфликт с компанией. Сотрудник хочет работать меньше, получать больше. Компания хочет ровным счетом наоборот, противоположного. Где-то на середине они договорятся. И в каком-то таком состоянии они будут определенное время взаимодействовать. Когда человек становится руководителем, у него растет не только его какая-то экспертиза и доверие к нему внутри системы. У него начинает развиваться другое мышление. Он становится как бы модератором между сотрудниками, между их целями и между целями бизнеса, между целями топ-менеджмента. Потому что у них там свои цели, свой такой пучок еще. Плохо, когда руководитель ориентируется только на сотрудника. То есть это такое, мы его называем профсоюзное мышление. Человек таких своих ребят оберегает от злого бизнеса, от его цели, от его амбиций. И точно так же перекос только в сторону целей компании, в сторону бизнеса, тоже чреват тем, что сотрудник будет реализовывать только цели топ-менеджмента, и команда не будет помогать ему реализовывать какие-то более объемные задачи. Он будет продолжать существовать в режиме индивидуалиста. Если он не настроен на результаты своей команды, на развитие своих сотрудников. И что же происходит, когда человек становится руководителем более высокого порядка? Это принято называть топ-менеджером. Там есть разные градации, все очень сильно зависит от внутреннего состояния грейдов и того, как они расписаны в компании. Но по сути меняется мышление. Помимо каких-то хардскиллов, помимо софтскиллов, например, коммуникативных, каких-то других, меняется мышление. Человек как бы разворачивается на сторону бизнеса и начинает смотреть на все происходящее глазами и интересами компании. И это получается не у многих. Многим кажется, что они работают именно так, но на самом деле часто у руководителей или даже у сотрудников продолжает быть конфликт с целями бизнеса, с целью конкретного бизнеса и так далее. Поэтому, когда вы растете как руководитель, вы проходите так или иначе определенную итурацию. Конечно, здесь упрощенно, но, в общем, смысл, я думаю, что вам понятен. И человек, который развернулся в сторону уже руководителя более высокого порядка или топ-менеджера, он уже может и реализовывать цели компании, и может реализовывать свои цели. Очень хорошо видеть внутри этой системы, как он здесь реализуется. И идет таким единым фронтом. Что же происходит дальше с этими руководителями? Вы часто можете видеть это на рынке труда. Такие руководители, которые уже, можно сказать, такие алхимики, они начинают изучать экономику, начинают изучать социологию, начинают с другими пластами информации работать и интегрировать это все в систему компаний. Например, индустриальные какие-то знания, знания о рынке, о соседних рынках, о партнерах. И учатся работать уже с внешней зоной, а не только с тем, что происходит внутри компании. И много таких руководителей вы сами можете наблюдать и сами можете как раз распределять, а какой человек действительно развернулся к бизнесу, какой человек еще застрял в каком-то определенном внутреннем конфликте и так далее. Поэтому я сегодня приведу систему, по которой мы обучаем, и от чего мы отталкиваемся в первую очередь. Это о том, что научить единой системе управления всех нельзя. У каждого будет своя ДНК, у каждого будет своя модель. И вот важно человеку, который уходит в управленческое плавание, у которого амбиции есть и хочет роста уже вертикального, сформировать вот эту опору на себя, на свои цели, на свои какие-то определенные интересы, чем-то пожертвовать, знать какие-то свои особенности и понимать, как лично ты приносишь результат. Поэтому идеальной модели, на мой взгляд, управленческой, просто ее не существует. У каждого она будет своя. Что для одного будет хорошо, для другого, как говорится, будет смерть. Итак, четыре этапа, которые мы проходим вместе с компаниями или внедряем эту систему внутри компании, где они уже самостоятельно ее адаптируют, интегрируют к себе. Первое, от чего мы отталкиваемся, результат для компании. Для нас это ключевой фактор обучения руководителей любого уровня. Потому что если к нам приходят, ну, пожалуйста, обучи ради обучения, в последнее время, последние полтора года мы отказываем, потому что были такие кейсы, мы, я как такой пятачок с шариком бежала причинять добро, в общем, пару раз получила по ушам, больше я так не делаю. И действительно, для дальнейшего какого-то продвижения в проекте мне всегда нужно понимать, вы чего хотите от этого сотрудника, чего хотите от системы, куда как бы трекать будем этих людей. Поэтому для нас это важно, чтобы на один или два года у компании или у подразделений, если мы говорим про бизнес-юнит какой-то крупной компании, были какие-то определенные планы. Или мы помогаем этим руководителям сформулировать то, что еще, например, недоформулировано, как это можно осадить вообще на реальность. И также мы двигаемся короткими итерациями, потому что руководителем или руководителем чуть более высокого порядка сотрудник становится не в момент обучения, не в момент получения MBA или работы с коучем, с ментором и так далее. Человек становится руководителем в процессе того, когда он управляет и когда он интегрирует к себе эти инструменты. То есть как только он обучился, получил какие-то инструменты, он получил свой собственный результат от этих инструментов, понял, работает, не работает, и тогда он начинает расти. Поэтому бессмысленно читать огромные талмуды и теории. Сейчас такая интенсивность работы. У молодежи еще вот эти сроки такого, можно сказать, движения, они короче. Поэтому мы разбиваем обучающие итерации по три месяца. Некоторое время обучаем, потом человек варится сам в своем котле. Сейчас я об этом как раз и расскажу. Второй пункт, который часто упускают в работе, в построении таких индивидуальных планов развития. Это цели сотрудника. То есть не натягивание на сотрудника своих целей, целей компании под названием «ну все же должны развиваться, все же должны расти» или «все должны расти только так, как я вижу и так, как я сказал». С людьми, как я уже говорю, с интеллектом выше среднего и с определенным индивидуалистским подходом это не сработает. С ними нужно договариваться, с ними нужно прояснять их реальные цели. Это часто не получается у компаний с сотрудниками при кризисных каких-то вопросах. Мы иногда здесь выступаем в качестве третьей стороны и какие-то вопросы можем прояснить. Учимся все-таки не причинять добро и справедливость через обучение, преданность, на это все не работаем, а делаем акцент все-таки на профессиональный рост. То есть с человеком разговариваем на первом слое про его вообще цели относительно всего образа жизни, который он себе видит, а дальше это заземляем все равно на профессиональный рост. Потому что на самом-то деле мотивировать человека на рост или на какое-то движение дальнейшая компания не обязана. Это должен хотеть сам человек, потому что это будет напоминать очень сложную систему, в которой компания будет вкладываться в то, что она вкладываться на самом деле не должна. И, по сути, когда мы проясняем цели человека для того, чтобы сформировать его индивидуальный план развития, мы его нанимаем заново. То есть что такое хороший рекрутмент? Это когда мы понимаем цели человека, озвучиваем свои цели и понимаем, что они стыкуются, что нам какой-то промежуток времени по пути. Точно так же индивидуальный план развития. У нас цели такие, какие у тебя. Давай посмотрим, где здесь есть какая-то определенная зона, где мы можем взаимодействовать и где мы можем быть друг другу полезны. А не только мы полезны сотруднику как компания, потому что это будет неравносильная история, и мы еще об этом с вами поговорим. Поэтому все это стыкуем. Третий момент, третий пункт — это мы работаем с реальностью. Что это значит? Это означает, что как раз вот этими тремя итерациями по три месяца и какими-то короткими индивидуальными сессиями можно как раз и продвигаться по реальным проблемам, где у человека на самом деле сейчас горит. То есть не впихивать в него теоретический материал за весь менеджмент, который придуман от Питера Друкера и заканчивая текущим, или, например, даже от Наполеона, потому что многие техники менеджмента, они из военной тематики. А выбираем две-три горячие зоны, с которыми человеку нужна помощь сейчас. Рекрутмент, адаптация, конфликт с сотрудником, конфликт с руководителем. Давай вот прямо здесь и сейчас смотреть, что тебе мешает, что нужно сделать на следующей итерации. Человек получает какие-то конкретные инструменты, адаптирует их, через две недели мы встречаемся, какой результат. И вот так проходят 4-6 занятий. Дальше человек на 2-3 месяца уходит в свободное плавание и смотрит, что с ним будет происходить. Человек сильно за это время чаще всего поменяется. Но после того, как он поменяется, уже есть возможность выстраивать то, что человек, например, не понял. Или за это время человек смог изучить больше литературы, нежели чем мы смогли бы это сделать на каких-то коротких сессиях. Что происходит в момент этих встреч? Там происходит самая главная вещь, это то, что мы формируем человека опору на себя. То есть какой инструмент ему подошел. Мы работаем с ним персонально и учим его опираться на свое мышление, на свою логику, на свое мнение. Потому что у меня есть курс для руководителей, мы его недавно запустили, как раз интегрированно, вернее, собрали всю эту информацию по тем кейсам, которые у нас были в обучении. И основной запрос сейчас от людей, которые к нам приходят, я не могу назвать себя руководителем. У меня там синдром самозванца, тревога, я не понимаю, кто я вообще, что я, какая я конструкция. То есть это нет, по сути, опоры на себя, на то, что с человеком в реальности происходит. Поэтому вот это присвоение, оно должно все равно идти определенным образом поступательно, и работа должна происходить с реальностью. Потому что, например, самый жирный пример, это когда руководители, например, млады руководители, отправляют на какие-нибудь курсы лидерства. Вот знаете, не у всех психика реально может окрепнуть и после этого не разлететься в пух и прах. Потому что часто люди либо после этого увольняются, либо начинают говорить, что вообще не для того этот цветочек цветет, и так далее. То есть происходят очень разные истории, которые можно было пройти гораздо легче и проще. Поэтому четвертый пункт — мы контролируем результат. Тоже такая моя персональная боль, когда ко мне приводят сотрудников и говорят, вот, я их оставил, все, учи, значит, они будут у меня классные, все разовьют, в себе разовьют, и тогда они меня потащат к какому-то другому альтернативному результату. Нет, здесь стопроцентная ответственность как на менторе, так и на сотрудники, так и на руководителей, которые сопровождают любой индивидуальный план развития. Потому что корректировки через каждые эти три месяца они должны проходить вот в таком составе. Только тогда этот результат возможен. Но если вы, конечно, пользуетесь какой-то сторонней помощью. Потому что очень часто есть такая история, приведут тренера, вот он вам сейчас расскажет, как нужно жить, потом разочарование в тренере, разочарование в результатах, результатов действительно там минимум, и, в общем, все это путь, на мой взгляд, в никуда. Поэтому синхронизация, синхронизация, перенастройка, обратная связь. И никогда не ставим цель за счет обучения удержать сотрудника. На мой взгляд, удержание сотрудника это определенная передоговоренность, переадаптация. Но никак не манипуляция под названием «Останься, мы тебе обучение платим». Сколько видела таких ситуаций, часто они заканчиваются в большинстве своем плачевно. Не всем хватает. Либо это не цель человека была, это обучение получить. Ну, в общем, ситуации бывают разные, часто здесь нужно аккуратно смотреть. Дальше, в кого вкладываемся, в кого не вкладываемся. Я хочу здесь сделать такую жирную ремарку. Мы сейчас не страдаем фашизмом, не отделяем вот этих вот мы обучаем, в этих вкладываемся, в этих нет. Все очень индивидуально. Ровно поэтому я скажу, те красные зоны, которые мы часто проверяем, потому что они потом могут сильно бомбить в процессе обучения и могут давать некорректный результат, либо, например, результат, человек просто встает и выходит из компании. У нас такое часто происходит, ну, как часто, наверное, процентов 10-15. Почему? Потому что человек пересобрал свои цели, понял, что дальше с компанией ему не по пути, встает и выходит. На самом деле это честный подход, но вот такой момент может быть. Поэтому должны быть амбиции со всех сторон. Уже не раз про это говорила, о том, что важнее всего развиваться должно быть именно этому человеку, с которым вы индивидуальный план развития составляете. То есть и ответственность за результат должна быть на человеке. Ему должно хотеться быть там круче, лучше, сильнее. И вот если сказать, у кого должно быть это стремление больше, я считаю, что у самого человека, а не у компании. Потому что это жизнь человека, это его развитие, это его дальнейшее такое открытие системам и новым знаниям. Поэтому здесь, на мой взгляд, компания скорее создает среду и обогащает инструментами. Следующий момент. Это карьерные возможности нужно заслужить. Да, я действительно придерживаюсь мнения, что в компании должна существовать система, по которой сотрудник, если в него вкладываются какие-то экстры ресурсы, он объясняет, каким образом он взаимодействует в этой ответственности. То есть, например, оплачиваем тебе какие-то дорогостоящие курсы. Хорошо, либо компенсация за счет определенного количества времени работы внутри этой системы, либо какая-то компенсация 50 на 50, но это дает совершенно другие результаты. Это растит совершенно другое взаимоотношение с сотрудниками, более взрослый подход и дает лучше результаты. Нет конфликта с целями компании. Тоже уже говорила о том, что конфликт с целями, с топ-менеджером, с руководителями вышестоящими. Часто бывает такой жирный риск, что человек просто не пойдет вообще в какую-то систему. Поэтому этот риск нужно решать, эту цель нужно состыковывать, и конфликт все-таки сначала решать конфликт, а потом разбираться с обучением. И такой важный момент. Очень часто бывает ситуация, например, сотрудник демотивирован, год, например, работает. Это абсолютно реальный случай. Год работает шатковалка, вся эта компания видит, и его отправляют вдруг в США на обучение дорогостоящее. И он приезжает такой счастливый, довольный. Ему говорят, показывай слайды. Он такой, как в анекдоте, а теперь слайды. И сотрудники все просто валятся вниз, потому что ты год ничего не делал, демотивирован абсолютно, и тебе обучение в Штатах дорогостоящее, больше полумиллиона рублей. По сути, это называется вот так, себя нужно вести внутри системы для того, чтобы получить вот это образование. Поэтому всегда помним, в тех, в кого мы вкладываемся, ту ровно миссию мы и транслируем. Бесполезно писать миссии, лепить на лоб сотрудникам или в календарике. Вот то, кого вы продвигаете, это и есть то, какая у вас внутри миссия, какой у вас портрет, какие ролевые модели вы двигаете. Поэтому для руководителей это важно смотреть, что я транслирую другим командам, что я транслирую вообще внутри систем. В кого не нужно вкладываться, опять же, риски. Принцип преданности, я уже его объяснила. Неподчинение требованиям вышестоящего руководства тоже часто бывают, путают. Мы сталкиваемся как такие тектонические плиты, и у нас рождаются новые решения. Но между анархией и рождением новых решений есть большая разница. Когда на стратсессии я вижу, что какой-то руководитель перечит собственнику и, по сути, обнуляет его, обнуляет его видение, решение или там какой-то команды, это не называется, мы сталкиваемся как тектонические плиты, это называется по-другому. Поэтому здесь, когда есть определенная анархия, нужно выяснять, чем она вызвана, и все-таки выстраивать работу командную. Потому что сейчас в наше время один в поле реально не воин. Выигрывают сильные команды, выигрывают команды, которые двигаются по одному вектору и которые не обсуждают каждый раз, а правильно ли мы двигаемся и не подвергают это сомнению. Установка я знаю лучше всех, но здесь без комментариев. То есть человек, который приходит, у него нет вопроса, например, к нам на какие-то сессии вот руководитель к нам отправил, на второй сессии я скажу спасибо, давайте, у вас будет другой ментор, возможно, вы мне просто не доверяете и у вас нет никаких вопросов, нет запроса. А система, по которой учите меня, вкладывайтесь в меня, к сожалению, это не та система, которую мы поддерживаем. И желание взаимодействовать с другими с позицией индивидуалиста. Я считаю, что карьерный трек руководителя это всегда наращивание своего понимания и своих инструментов взаимодействия с очень разными людьми, с очень разными структурами. Но при этом, чтобы человек понимал, где его 10 шагов, а где 10 шагов другого человека. Поэтому, когда человек только фиксит свой индивидуальный результат, здесь нужно разбираться, а как он видит вообще свой будущий результат, как руководителя, как топ-менеджера или как руководителя какого-то другой структурной единицы. Потому что, опять же, повторюсь, я считаю, что мы живем в то время, в котором один в поле не воин. Иллюзии про обучение. Часто с этими иллюзиями ко мне приходят и кто-то сталкивается с определенным разочарованием. На самом деле, действительно, не каждый человек может быть руководителем в данный конкретный момент. Он, возможно, через два года стартанет и будет очень крутым. Будет просто звездочкой или с каким-то другим руководителем. Но вот сейчас в данной системе он, возможно, не готов. И, опять же, натягивать цели на человека и причинять добро бывает здесь достаточно опасно. Человек после обучения станет сразу руководителем. Это я уже объясняла, что человек становится руководителем и проходит вот эти треки определенные, тогда, когда он приобретает свой собственный опыт, свое собственное прецедентное поле. Потому что управление в наши дни это очень схоже с прецедентным правом. Прецедент произошел, ты его пошел, как ты решил. На следующей итерации это может совпасть, а может вообще новый прецедент родить. Одно из главных, наверное, здесь заблуждений это то, что сотрудникам не нужно будет управлять. Мы его отправим на обучение, и он будет такой автономный, такой классный, все будет успевать, все будет делать, но с ним не нужно будет ни решать конфликты, ни прояснять какие-то вещи. Это, на мой взгляд, жирная иллюзия. Также, что обучение улучшит личность человека, тоже одно заблуждение, что человек пойдет, у него все будет хорошо. На самом деле, вопрос про изменение личностных каких-то характеристик, это очень сложный вопрос, и чаще всего личность человека меняется, какие-то вещи могут меняться долго, могут вообще никогда в течение жизни не поменяться, и это очень сложный вопрос, я бы здесь не делала на эту ставку. Обучение привьет новый уровень лояльности, да, на короткий промежуток времени. В долгосрочной истории, если есть какой-то, опять же, конфликт, если есть несовпадение целей, тогда это инструмент неработающий. Ну и человек не знает, чего хочет, а мы его на обучение отправим, там-то вот точно все хорошо, его там дефибрилируют, такая дефибрилляция трупа, я это называю, когда отправляют таких людей. И последняя иллюзия, честно скажу, моя любимая, это то, что один известный ментор подойдет всем. Я не подхожу, например, как ментор всем, я, возможно, по-другому говорю, я, возможно, девушка не того возраста, которого бы хотел перед собой видеть человек, который напротив меня сидит, и я, честно, могу сказать, это частая причина, по которой я сама инициирую и объясняю, что вот этому человеку нужен другой специалист, который ему поможет простроить его трек, поговорить про его какие-то задачи управленческие и так далее. Потому что даже то, как человек говорит, вам может не подходить. Вот у него, вы его встретили, и химия не срослась. И когда загоняют всех под одного такого специалиста, конечно же, в большинстве своем получат, какая-то часть может получить разочаровательный эффект, но будет казаться человеку, что вот должно все подойти, должен костюмчик сидеть. Я так не считаю. Вот. Итог. Что делаем? Формируем цели компании. Начинаем всегда с того, чего хотим. Дальше уже идем в треки для сотрудников и формируем систему, по которой ответственность лежит на всех сторонах. Формируем индивидуальные планы развития с позицией того, а какую ролевую модель мы хотим дальше строить и какую хотим транслировать. Когда-то принимаем участие с аутсорсом. Я считаю, что все, что я описала, можно делать самостоятельно. Это не обязательно с привлечением третьей стороны. Всю эту систему можно наладить внутри. Вот. И анализируем результаты. И на каждом спринте обязательно корректируем с позицией смыслов, целей человека и компании. То есть что делимся обратной связью, что происходит. Вот. Но не в рамках критики, а в рамках того, вот знаете, мой любимый пример, это когда вот эта ситуация лежит между вами и вы ее обсуждаете. То есть как ее можно сделать лучше, как можно пойти дальше в следующий спринт с другими результатами. Как обычно, после моих выступлений в списке литературы, конечно, много не удалось сюда поставить, но вот те вещи, которые из последнего, из актуального, я считаю, важно их читать. Вот. И это очень сильно влияет на развитие как раз управленческого мышления, будь то человек самостоятельно развивается или развивается вместе с помощью компании. Также я вам подготовила, для тех, кому будет интересно, на эту почту можно мне написать. И есть у меня такой простой документ, называется трекер собственных целей, трекер собственного продвижения. он будет полезен по большей части людям, которые самостоятельно берут ответственность за свое развитие, за свое обучение. Как это трекать, как это делать просто и как посмотреть в глаза реальности, что происходит с вашим движением к другой роли. Большое спасибо. Вопросы? Спасибо огромное, Ксюша. Очень интересный, актуальный доклад. Давайте, вот сразу вижу руку, кажется, Михаила. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, Ксения. Большое спасибо. Очень интересный доклад. Пожалуйста. Хотел спросить ваше мнение, как вы считаете, руководитель отдела продаж должен быть продажником в прошлом, хорошем, должен уметь продавать или это две несопоставимые вещи в принципе? Вы знаете, я знаю кейсы и в той, и в другой истории. То есть я действительно знаю ситуации уникальные, когда руководитель отдела продаж, он вышел из другой, но тоже коммуникативной среды, но при этом очень хорошо перешел на роль руководителя продаж, увидел такую возможность в компании, понял, что он это может, взял, пересобрал эту роль самостоятельно и стал достаточно авторитетным и уважаемым руководителем. Поэтому здесь все очень сильно зависит от мотивации человека внутренней, как раз вот эту роль занимать и того, что он может и готов предложить, то есть какой результат он хочет обеспечивать и что у него для этого есть. Вот правда, видела и те, и те другие варианты. Но ваше мнение все-таки, как в идеале должно быть? В идеале. Я считаю, что человек должен притереться все равно в этой индустрии, вернее, в этой области и понимать принципы, понимать новые системы того, как это все происходит. Ну, например, что одни системы умерли, другие теперь живы. И часто в отделах продаж эксперты хотят, чтобы руководитель продавал точно так же, то есть ездил на встречи, показывал какой-то пример. Поэтому очень часто требуется, чтобы человек был такой направляющий. Поэтому я скорее за первый вариант. Согласен с вами. Да. Спасибо. Есть еще у нас два вопроса. Давайте сначала к вам. Добрый день. Здравствуйте. Интернет-компания Юг. Скажите, пожалуйста, по каким параметрам, по каким критериям может быть можно понять, что все, вот руководитель, он уже достигнул своей планки верхней и хоть учи, хоть не учи, но все, он дальше не пойдет, выше не станет, не разовьется. Здесь все зависит от того, какие цели у компании, есть ли у нее возможность дальше куда-то продвигать и на данный момент входит ли это в интересы человека. То есть, например, компания говорит, я могу тебя, ну, например, возьмем того же руководителя отдела продаж, мы готовы тебя там дальше ввести на коммерческого директора. У нас есть там такая роль, мы можем ее начать формировать под тебя, к примеру, или вот, в общем, тебя дорастить, а потом отпустить, чтобы сделать плавную замену и так далее. Вот. А человек говорит, слушайте, вообще неинтересно. Ну, то есть, не в моих целях, не в моих там интересах вот вкладывать, потому что что такое дорасти даже до коммерческого директора? Это пройти очень объемный путь, вложиться своим внутренним ресурсом. Это такая очень серьезная работа. Вот. И поэтому я в таких случаях несколько раз разговариваю с человеком, то есть, первая итерация разговора, там, вторая итерация разговора, то есть, насколько человек вообще прояснил свои цели, вот, и может быть, что-то ему сейчас мешает. Пара-тройка таких разговоров бывает, что вот, ну, какие-то вещи отваливаются, и человек, например, четко говорит уже, я готов или я не готов, но я бы двигалась от интересов компании, потому что отпускать людей, это искусство, ему тоже нужно учиться. Спасибо. И у нас время только еще на один вопрос, вот на первом ряду. Ксения, спасибо большое. Меня Александр зовут. Компания Diagran Digital в городе Треховском. Скажите, пожалуйста, вот, совершенно понятно, что люди, которые приходят аутсорс, да, как любой, это любая, во всем консалтинге проблема, да, 50% нормальная, 50% мошенники. Ну, ну, мошенников может быть даже больше, милин меньше, не знаю. Согласна, ровно поэтому, да. Окей, хорошо, когда я живу в большом городе, я, в принципе, понимаю, где мошенники, где-то, ну, я вижу кейсы, я понимаю их известность. В регионе я этого не вижу, потому что у меня их, может быть, два-три человека, и всех они обаяли, ну, они на хорошие продажи не все продали. И существуют ли критерии, да, выбора подрядчика, когда я хочу, чтобы человек, вырастил мне руководителя. Очень хороший вопрос. Стоит ли его искать, например, в другом регионе, если в моем я этого не увидел? Но я должен видеть это как-то. Это очень хороший вопрос, и тоже там есть разные варианты, как идти. Один из ключевых вариантов, это пройти какой-то тренировочный спринт с этим человеком. То есть, это не обязательно в три месяца, это может быть действительно небольшая итерация с человеком, с командой, обсуждение какое-то, либо обсуждение целей компании, и что человек готов, за что он готов взяться. Потому что нормальный консультант, честно вам скажу, никогда не скажет, все сделаем, в общем, все будет красиво, вообще вы работаете не так, в общем, все плохо, система как-то работает. Значит, вот она так функционирует, вот с таким ДНК, значит, там что-то делается правильно. Вот. Человек вам скажет, что вот это бы подкрутил, вот это подкрутил, быстрее побежите. Вот я бы на это обращала внимание. Вот. И я бы проходила какой-то тестовый период, потому что, знаете, там очень много нюансов, которые ни в первой, ни во второй, ни в третьей истории действительно не прояснятся, даже если вы будете говорить о прекрасном, о том, кто какие смыслы видит и так далее. Это бывает не помогает, потому что часто к нам приходят, я могу сказать обратную сторону, к нам часто приходят мотивированные собственники, вроде как мы готовы что-то менять, но в треке выясняется, что никто ничего не готов менять. И как бы я ни жонглировала апельсинами, добавляя туда виноград, ничего не получается. Вот. И я бы проходила вот какую-то определенную историю и ставила какие-то два-три коротких результата на вот какой-то определенный короткий период. Ну, то есть, к какому результату должны прийти и, например, почему не пришли и дальше принимать решение, готовы действовать или нет. Вот. Потому что я действительно согласна, что на личном обаянии здесь все не строится. Спасибо. Спасибо. Давайте поблагодарим Ксению.